Файс продакшн ИОР сервис Представляет Бля, нихуя не слышно, Костя Новый фильм под названием Зачет В нашей жизни есть два понятия Зачет и незачет Если, например, у вас свадьба Но вы не съездили в Межигорье И там не сфотографировались Блядь, это незачет Но если все-таки вы реабилитировались И после того, как вы не съездили в Межигорье Приехали, допустим, в отель Фермон И здесь, в пафосном зале Сделали свадьбу Это зачет Ну или, скажем, другой пример Вы после вашей свадьбы Решили заняться бегать Но бегать в парке, в обычных кроссовках Бля, ну это незачет А если вы приезжаете на почтовую площадь По субботам и воскресеньям Делаете разминку перед витринами зеркальными Макдональдса Бегаете с пульсометром В кроссовках Нью Белланс Последней модели Прибегаете опять и опять перед витринами зеркальными Делаете заминку после бега Ребята, это зачет Вот, а теперь возвращаемся к нашей теме Если вы думаете открывать велосезон Но не подготовили велосипед Это незачет А если вы связались с веломехаником Взяли свой велосипед Пришли к нему И спросили, что нужно делать То есть подготовили велосипед к велосезону Это зачет Привет Расскажи, пожалуйста Как можно подготовить велосипед правильно к сезону? Так, ну давай на твоем примере На более серьезном велосипеде это посмотрим Блин На техническое обслуживание Либо на подготовку к сезону Велосипед принимаю в любом состоянии Если велосипед приезжает грязным То это плюс 10 долларов Это входит помывка бесконтактной мойкой Плюс маска трансмиссии Осмотр велосипеда я начинаю с осмотра вилки Протираю ноги Смотрю, жирная или нежирная бумага Бумага нежирная Значит, сальник у тебя не текет Потом обращаю внимание на покрытие На его состояние Не посветило ли оно, не появилось ли царапин Вот есть у нас одна царапина В верхней части вилки Но она не критична Она полированная в принципе Для нее вилка, скажем, постоянно не доходит Износов этого особого не будет В дальнейшем снимаю штаны Провираю цвет масла Разбираю верхнюю часть демпфера Провираю цвет масла Если на вилке есть царапины Глубокие, продольные Либо посветление То замена ног Царапины Либо посветление Они делятся на критичные И не критичные Не критичные Скажем, мелкие царапины Которые могут появиться Вот абразива под сальником В общем, это просто полосы Продольные Не до алюминия Просто на самом анодном покрытии Если это уже посветление Либо глубокие царапины До алюминия То это только замена ног То есть покрытие уже негодное Будет портиться масло Проникать абразив Все быстрее убиваться Может даже если зло не буржить После вилки Осматривается задний амортизатор Похожим способом Тоже оценивается состояние сальника Течет, не течет Оценивается состояние покрытия Оценивается состояние бушенга И оценивается состояние масла После вилки амортизатора Мы осматриваем, конечно же Вторую главную деталь велосипеда Во всех непонятных ситуациях Которая применяется Это же тормоза Начнем с точных Провираем износ ротора На три десятки у тебя изношен ротор А состояние еще более чем достаточно Для катания в этом году В принципе, ротора в этом году может не менять Вторым пунктом мы осматриваем состояние колодок Колодки у нас сзади стоят новые Состояние отличное Ротор не затирает Все супер Выбираем жирный ли ротор Будет абсолютно чистый, только в пыли После осмотра суппорта Будем осматривать ручку Сзади колодки новые Ход ручки минимальный Спереди колодки у нас более подубитые Ход ручки, соответственно, больше Смотрим ручку на тече Тормоза Шамана Особенности осматриваем тщательно Так как они очень любят течь Именно в ручках Ручки у них болячка Текут Ничего Уже чем У нас есть тренированные поршня И решатки Просто очень надолго В общем, данные тормоза Цвет Них цвет жидкости оценивать уже не стоит Так как они потекли Потому что сразу нужно делать переборку тормозов Если в лучшем случае Когда ничего не потекло То еще надо проверить цвет Тормозной жидкости Ну и конечно поинтересоваться Когда его меняли После осмотра тормозов Мы приступаем к осмотру колес Протектора сзади уже нету Надорванные шипы боковые Борезы Дырка в корде Весь набор Может с передней будет лучше Шипы еще в наличии Проценты еще 35-40 есть О, а это что у нас такое Зашитая покрышка Издевательство Комплект резины точно покупаем После осмотра резины Проверим состояние спиц Легода Берем наш тизометр У нас тизометр С фирмы Прокту К нему идет таблица И щупам для спиц Этот инструмент проверяет натяжку спиц И мы сверяем его с таблицей Которая у нас есть Таблицы занесены спицы Разного сечения Разного профиля И также значение для натяжки спиц Также еще лучше проверять То, что пишут производители на ободах По допустимому натяжению Чтобы наши обода не лопались После осмотра колес Приступаем к осмотру Всех подшипников В данном велосипеде Слуховой осмотр Люфтов нету Шипники не кремят В заднем колесе Также проверим состояние Зацепов Называем их собачьих Храповиков Люфты поподробнее Они визуальны О, конечно мы разберем В дальнейшем колеса Проверим цвет смазки Посмотрим люфты сейчас на палетке О, а каретка люфтит Каретка под замену Потом проверяем люфты Рулевой И люфтит Слух тоже послушаем Тишина В дальнейшем только осматривать Внутри будем Подшипники в подвеске Лучше проверять Приснятом амортизателе Ну и плюс-минус Разобрать, скажем Самые загрязненные узлы Проверить там смазку Как вращаются подшипники И люфты соответственно Ууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу и добавить нечего. По сравнению с новой звездой, у нас просто уже процентов 15-20 осталось звезды. Ресурсы еще процентов 70 есть и роликов. В общем, вердикт сразу ясен. Просто всю трансмиссию под замену. Цепь, кассету и звезду. Еще посмотрим швы. Очень нежелательно, когда в начале сезона у тебя лопается рама. Трещин не нашел, это радует. Катать будешь. В данном случае устранение неполадок дремут около двух дней с учетом установки уже новых компонентов, сервиса тормозов, подвески, протяжки спиц. Но два дня это сам срок исполнения. В сезон можно попасть в очередь и на две недели. То есть лучше всего приносить велосипед в принципе зимой. Это два дня займет и все. Два дня срока получения, как правило. Максимум до недели. Но никак не три. И в сезон, когда хочется кататься, и когда тепло. Ну и вы сами знаете, как это бывает. В общем, такой осмотр стартует от 50 долларов. В общем, а дальше уже и сервис подключается, и все остальное. Не пытайтесь повторять это самостоятельно. Лучше доверьте это дело профессионалу. Информация на правах рекламы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова